Привет, Верхниками! В Пермском суде начали рассматривать жалобы Министерства природы и Министерства энергетики по поводу очистки рек Кизиловского угольного бассейна от вредных примесей, которые возникают из шахтных вод. Ранее по заявлению жителей Кизила суд рассмотрел материалы о том, что в заброшенных шахтах скапливаются талые и дождевые воды, которые потом стекают в местные реки Кизил, Косьву, Усьву. Это привело к экологической катастрофе. Суд обязал устранить причины загрязнения и последствия, но в министерствах с этим не согласились. Представители Минэнерго заявили, что уже потратили более 600 миллионов рублей на консервацию и ликвидацию шахт. Правда, материалов суда, подтверждающей документы, отсутствует. В настоящее время решение апелляционным судом не принято. Заседание отложено на 3 февраля. Азаликамский краеведческий музей приехал в гости в краевую столицу. Туда он привез новую передвижную выставку «Глобальное искусство Пермской глубинки». Это новое арт-пространство, которое включает 8 масштабных объектов прялок. Они символизируют места бытования обвинской росписи нематериального культурного наследия Пермского края. Посмотреть удивительные экспонаты можно в Пермском доме народного творчества «Губерния». А 14 февраля она прибудет в музей Ильинского городского округа. А затем в Обвинское порещи, где эта роспись появилась. Соликамцы смогут посетить выставку у себя в городе в июне этого года. Уже завтра состоится премьера второго сезона сериала «Территория». Его съемки проходили в Пермском крае. Второй сезон получил новый слоган «Между мирами». Герои столкнутся со страхом смерти, а зрители поверят в существование параллельного мира. В сериале вы увидите знакомые места поселка Куси-Александровский, Усть-Коево на реке Чусовой, а также поселок Пашия и Горнозаводск. Новые серии смотрите в онлайн-кинотеатре «Премьер Уан». Рубрику «Верхняками сегодня» подготовили Ксения Калугина и Дмитрий Воронушкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова